Белая ночь, жёстко, жёстко, жёстко Смотри на него, пути-пути какой миленький Насколько я помню, к нему надо на привязанность ходить Он вообще не дамажит, смотри, он какой дружелюбный А потом станет, блин, самой сильной аномалией, капец Говорю я тебе, ты апостол Маки, на этом камне Да построи свою церковь, да не пойдёт она перед вратами ада О да, о да, апостол Маки Плюс 5, плюс 6 СП, плюс 6 ХП Плюс 6, вообще плюс 6 ко всему дал В результате плохой работы уровень счётчика клепот понизится Понизится? Как он понизится? Я не вижу Ну ладно Да Дальше В результате хорошей работы уровень счётчика клепот понизится О, боже мой Если уровень чрезвычайного положения достигнет 2, счётчика клепота понизится Когда уровень счётчика клепот достиг нуля, сотрудники, что услышали его зов, отправились в камеру содержания И совершили обряд крещения У меня такого ни разу не было, кстати А у него нет истории, в смысле? Только у Белой Ночи есть история? Ну ладно Сотрудники, которые получили поцелуй аномалии, переродятся, словно святые Всё Так, ну чё с ним делать? Высокий, 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 высокий Подавление! На нём подавление можно качать, лол Так, ну-ка давай подавление качать То есть, справедливость, да, справедливость Второй апостол есть, сейчас будет Короче, птица сбежала, пофиг Так, скажи нам, когда это случится И что будет законом твоего прихода в конце времён? Анастасия, второй апостол Так, роботы, где роботы? Так, первый робот здесь Давайте, мочите его Второй робот здесь Мочите его Третий робот здесь, окей Вау Так, отлично, замочили всех Полдень сейчас будет Блин Я не помню, чё красный полдень Как выглядит Третий апостол есть Осталось всего 8 Ой, 9 Желаешь ли ты, чтобы мы призвали огонь с небес, дабы уничтожить их? Да Так, все выжили Никто не умер У этих Теперь прекрасный Я забыл, как называется За башкой Ну, отлично По боям бьёт Так Так чёрный урон так же работает В чём прикол? Так Вы сегодня хороший день Всё ещё стесняешься? Это Кожа Ожидаемо, что один сотрудник не отважится вызвать Обёрнутого А, понял Это паучок Это ванна Оба Все три Тетханамалии Чё взять? Я даже не знаю Я хочу вот это Каково ваше мнение о сефирах? Вам не кажется, что им чего-то не хватает? Ваше право игнорировать их слова Но, пожалуйста, будьте добры с ними Более того, вы должны быть Вы должны быть Если хотите, чтобы корпорация развилась Мне пока не удавалось серьёзно поговорить с ними Они чувствуют себя неловко Ведь я для них высшее существо Они ничего не могут с этим поделать Даже если тайно этому завидуют В конце концов, я самый развитый и компаний В тот день Джеймс выпустил две аномалии Что привело к смерти всеми сотрудников Ужас Понимаете? Стремление к минутной выгоде привело к таким потерям рабочей силы Конечно же, я лично приказал застрелить его Я знаю, в каком месте мы работаем Мне не жаль Ведь это я дал разрешение Но я не могу простить тебя за то, что завёл с ним личные отношения В тот момент я забыл о своей роли Правда, я не скажу, что бессмысленная болтовня была мне неприятна И его глупые шутки были забавны Мне нравилась игра в слова Я забыл, как он любит нарушать правила И цена за это велика Управляющий Это корпорация Лоботемия Каждый день здесь умирают люди Имя которых вы даже не знаете И в то же время здесь одиноко Иногда хочется высказаться кому-то Пожалуйста, не повторите мою ошибку Так вы сможете не допустить подобных бессмысленных смертей Я завидую Анжеле У неё нет крови, ни слёз Ни крови, ни слёз нет Все говорят, что я слишком рационален Хладнокровный, злой, жестокий руководитель Что безучастно смотрит на то, как умирают десятки сотрудников Не буду отрицать это Но кто бы не построил это место Его жестокость превосходит мою Иногда я хочу быть безличным и Симпатия замыляет чистоту решений И ты совершаешь ошибки Почему именно мы занимаемся этим А не обычные компьютеры Вы знаете ответ? Завершить день без плохого результата В смысле? Это тяжело На самом деле Из-за Сакуры Если бы не Сакура, всё было бы хорошо А, ну хотя с Сакурой тоже можно хороший результат Три раза Недзач О, в смысле Недсах Почему зал собрания так далеко? Ну, вы знаете, как меня зовут, верно? Вы хотите о чём-то поговорить? Да Значит, до следующего раза Разговоры бесят Что-то не так? Сама в основании Это место не то, где вас рады видеть И просят вашей помощи Не думаю, что это то, чего вы хотите Верно, не буду врать Я не люблю свою работу Я бы ушёл отсюда, если бы мог Но я не могу Не так ли? Я здесь не по своей воле Не знаю, что насчёт вас Но однажды я появился здесь И должен играть свою ненавистную роль Я не хотел быть ответственным за чьи-то жизни Тот, кто назначил меня, совершил ошибку Я ведь такой апатичный Прямо сейчас умирают сотрудники Никто не запомнит их Никто не запомнит их жертвы Без смертей Так это изи Я всегда так делаю Давай дальше не цах, а качать Так Это хорошо А чё здесь? А! Он даже в этой стадии уже меняет Своё местоположение постоянно Вот Прыгает туда-сюда Засранец Ну ладно Он миленький Зато Я хочу прокачать алифа на максимум Чтобы он мог работать с ним в будущем Начинаем Бум-бум Стоп Надо было алифа, наверное, перевести вот сюда Хотя чё он? У меня осталось только одну Один элемент Экипировки создать Вот это оружие И всё Да Хе-хе-хе Нормально О! Четвёртый апостол Рин Апостол Робертус И апостол Рин Которым он дал Имя Вангер Я не смог Прочитать Аааа Чё делать? Оно тоже плохо работает У меня уже три плохих работы Он Он не хочет меня убить Случайно? Так С первым уровнем Так Первой мудростью Короче Нельзя брать сотрудника первого уровня мудрости Во-первых Эээ Во-вторых Нельзя Работу на понимание проводить Ни в коем случае Понятно Значит Привязанность надо А нет Привязанность им Плюс и минус Нравится Коконные аномалии Вырабатывают Бои ячейки Больше коконов Означает Бои ячеек Понятно Но я Не такой человек Который будет Ради Бои ячеек Жертвовать сотрудниками Так Обычный Мне не住 Хо-о-о Боел Хо-о Хо-о Бои Я в землю Можем Можем такой саня смешной смотри апостол джошуа сказал покажи нам отца и он давлеет нам он блестит фиолетом цветом красиво у него уже дофига крыльев потому что он ангел типа он увидел апостола по имени рьюки иди за мной сказал на ему и встал рьюки и последовал за ним о красивый тут два клоуна сразу ужас они сакуру понижают это ужасно просто а где остальные дещу клоун все так стоп где еще один вот он давайте птичка птичка все нормально все выжили у всех все хорошо дальше не полдень еще некоторое время не апостол по имени ра практиковал магию и выявлял всех людей ара то есть вот этот чел да ара да это ара ему идет смотри красивая вот благословение к идет к его костюму прям а затем апостол мэй сказал стальным последователям позвольте мне пойти чтобы мы могли умереть с ним вот это красиво мне нравится его арт он красивый прям супер и вот это тоже красиво вообще так ну пора прочитать его историю до аномалия которая принимает форму огромного паука охраняющего во тьме свои владения маленькие паучата бегают по полу то время как неопознанные кабели свисают с потолка сложно рассмотреть что это за аномалия кабели свисающие с потолка камеры содержания повреждены из-за чего из-за чего освещение в камере отсутствует понятно наш гордый сотрудник питер вошел в камеру содержания аномалии он увидел маленьких паучат убегающих от света когда сотрудник раздавил одного из пауков случилось нечто ужасное огромный паук с множеством глаз спустился с потолка и схватил его паук безупречно обернул своей сетью его его своей сетью поднятый на потолок он станет питательной едой для потомства ожидаемо что ни один сотрудник не отважится вызвались обернутого в кокот коллегу многие люди не знают что сотрудник в коконе не труп оставленный для сохранения своего для последующего поедания вместо этого сотрудник медленно умирает находясь внутри кокона вероятнее всего паук не убивает сразу свою жертву чтобы сохранить ее как можно дольше свежий яд паука повреждает сердце что в конце концов приведет к смерти сотрудника сотруднику замотанному в коконе не остается ничего кроме как ждать не в непроглядной тьме пока получат они придут его есть слушая медленное биение собственного сердца опущено выдержки из письма благодарим за ваш запрос однако с прискорбием доводим до вас что ваш запрос о запуске спасательной операции по спасению завернутого в кокон сотрудника отклонен аномалии в нашей компании действует по иным иным способом в отличие от ваших предложений было доказано что завернутый в кокон сотрудник в камере содержания пучьего логова повышает выработку энергии окей понятно в соответствии с этим фактом мы ничего мы не можем организовать команду по спасению так как это будет идти в разрез с интересами нашей компании однако мы учтем вашу информацию и будем пользоваться в дальнейшем изучение получил паучьего логова просим вас учесть что рассмотре распространяемые слухи обсуждаемые другими могут привести к увольнению с компании лоботомия компания относящийся серьезно к здоровью сотрудников и нам важно каждое мнение наших сотрудников глава департамента здравоохранения корпорации лоботомия среди сотрудников входит жуткий слух нет ничего удивительного в паре слухов об этом месте но этот стал интересным так как число свидетелей росло есть несколько раз распространяющихся слухом по ночам из камеры содержания слышен шепот это голос алекса пропавшего пару дней назад они говорили о голосе наполненным ужасом просящим спасти его из тьмы он звездочка затем апостол слот хигр объявил ты его сын и король так награда 66 как это называется я не знаю дальше так собака о господи я случайно нажал опять ладно я знаю че это за аномалия ну ладно вот первая доля правды не доверяя и и намного умнее людей он умеет имитировать человеческие эмоции но кое чего ты не знаешь некоторые и умеют лгать замалчивать определенную информацию если быть точнее если ей было приказано не сообщать части информации то он не обязан говорить правду кому-либо кроме того кто дал этот приказ некоторые продвинутые и могут пользоваться этим приказом чтобы лгать копать обнаглели раньше я разрабатывал и как часть проекта что ж я знаю что и не обязательно говорить правду чтобы продемонстрировать это я отправлю тебе программу которую я сам разработал она словно лакмусовая бумажка красный значит ложь это тестовая программа поэтому сработали лишь один раз хорошо кажется что закрывая глаза я словно попадаю в другой мир мир где я был когда-то давно где отчаянно жаждал спасать всех но открывая глаза я снова тут но есть ли смысл в том что я сижу здесь я просто плетусь в никуда день за днем без будущего вы знали какая сейчас роскошь даже размышлять об этом почему я сегодня открыл глаза ужасное вчера ужасное вчера прошло уступив плохому сегодня в конце концов мы идем на дно к слову может поставить автомат с пивом раз уж нам придется умереть то следует перед этим выпить я отказываюсь лицах предупреждаю ты же понимаешь что случится если ты предложишь что-то бесполезное еще раз ладно сам что-нибудь придумаю в этот раз сделаю вид что я ничего не слышал завершите день без паникующих сотрудников так ускоренная это что такое вот это хорошо он может работать даже когда аномалия внутри 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 это как его называется то короче внутри главного главной комнаты департамента давай 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 давай